Слово предоставим Карен Саркисовичу Геррукяну, кинорежиссёру, киносценалисту, который здесь живёт десятки лет, руководителю студии «Русское поле». Спасибо, что пришли. Барь Ереку. Я перейду на русский, потому что, видимо, здесь есть непонимающая армянская. Я хочу здесь рассказать один эпизод, который непосредственно связан Баграмяна в конце его жизни. Так получилось, что вместе со своей коллегой я оказался в санатории, где лечился известный кинорежиссёр Куледжанов. Куледжанов – полукровка армии по отцу, немец по матери, ну, в общем, Куледжанов был выдающимся режиссёром, был руководителем Союза кинематографистов долгое время. Вы знаете, можно говорить так, нормально, так. Лучше в дудку эту, да? Идёт в запись. Согласован. Вы не перед этой аудиторией выступаете, вы выступаете перед миром. Так, значит, такой эпизод. Вот мы снимаем Куледжанова, как она снимает точнее, а я присутствую просто потому, что мне было приятно встретиться с ним. И вот кончилась съёмка, он говорил о кино, о вещах, в общем, связанных со своей жизнью. И дальше вдруг, перед тем, как мы расстались, Куледжанов говорит, «Карем, я хочу тебе рассказать одну историю». Она произошла относительно недавно. Значит, ночь, говорит, мне не снится. Я вышел в коридор вот этой правительственной, государственной, вот этой больницы, четвёртой управления, как-то вот это называется, да, вот это. Да, мне, говорит, вышел в коридор, и вдруг слышу какая-то вот армянская музыка. Я, говорит, пошёл на музыку. Иду, говорит, иду, кромче, кромче, останавливаюсь около палаты. Звук идёт оттуда. Говорит, ну, я начал открывать дверь, хотя это не очень удобно. Я открыл и заглянул в эту щель. Я, говорит, увидел бакромяна. Усток сидел спиной ко мне, а он в это время лечился. Он сидел спиной ко мне, и перед ним был вот этот, если помните, были такие установки, магнитола. И вот из этой магнитолы шла эта армянская музыка. Через два дня его не стало. вот такая история. Она абсолютно поднанная. В нём проснулось всё то, что в нём было всегда, видимо, ну, вот. Такая история. Очень трогательная, очень такая, поразительная. Вы знаете, что бы мне хотелось бы сказать, вот раз уж пошёл разговор об Армении, о том и другом. Я участвую в войне, Первой Карабахской, почти два года. Я знаю людей, которые там были. Я прожил в Армении с 92-го года до 2009-го, 17 лет. Я понимал, что я уже не могу заниматься там своим основным делом. Я режиссёр художественного кино. Начинал в Армении с картины Тернуцара. Это моя картина. Я был оператором этого фильма. Дима КСАЭН был режиссёром. Я начинал как оператор, потом я стал режиссёром. Вы знаете, вот что я должен сказать. Всё в этой жизни закономерно и справедливо. И когда мы, взрослые люди, недовольны молодыми людьми, которые чего-то не знают, чего-то не хотят, бегут из страны, мы должны, мне кажется, палец указать в себя. Потому что мы разрушили ту страну. Мы бросили этих детей в ту, где они оказались. Зачем их обвинять? Более того, скажу ещё хуже на вещи. Понимаете, я иногда говорю военным, что важнее приказ или присяга. этот вопрос их смущает. Потому что, увы, если бы мы исполняли бы присягу, та страна не разрушилась бы. Сегодня, может быть, не было бы этой молодёжи, такой, какой мы её не хотим видеть. И не было бы многих вещей, потому что мы оказались в очень уязвимом и опасном для себя мире. теперь про Армению. Вы знаете, я всё там хорошо видел. Я там занимался со всеми вещами, которые не имеют отношения к моей профессии. Военной техникой, идеологией, системой развития. Всё это оказалось никому не нужным. Народ, который 1500 лет не имел государства, начиная строить своё государство, должен понимать, что это не так просто. И государство начинается с фундамента. А для этого нужна идеология, которая закрывает вот этот промежуток. Мы решили строить государство на Ахпераджанутюн, на групповщине, на очень таких мелких и шатких вещах. Тайфа. Знаете, такое выражение армянское? Компашка. Вот у нас получились четыре компашки, одна за другой. Один был умник с пятью или десятью языками мёртвыми. Второй был шустрый герой, казалось бы. Ну, где этот герой оказался в этой второй войне? Третий оказался чёрт знает чем, тоже герой войны, но всё растратили. Ну, потом пришёл четвёртый. Потом все мы ограбили свою страну. Армения была фантастической страной. Сегодня, когда я вспоминаю, что там у нас там было и как это мы всё разграбили, ну, отсюда пришло наказание. Наказание так не бывает. Есть моральный закон, который наказывает народы, людей, каждого, особь человеческую за грехи свои, за преступления. Вот мы оказались наказанными. Мы положили пять тысяч, четыре половины тысяч молодых ребят за так, за свои грехи. Надо собираться мозгами, умом, душой, для того, чтобы понимать, что нам надо делать. Нам надо с чистого листа начинать. С чистого листа. потому что то, что мы построили, это не государство. Это очень опасно. Вот это я хотел сегодня сказать в связи с Баграмяном. Потому что мы говорили о защитнике. Нам нужны защитники, но вооруженные идеями. Без идей нельзя. Самое ценное в мире это идея. Люди умирают не за деньги, за идеи. Вот о чем идет речь. Спасибо. Спасибо.